Илита Арксплюй Продакшн представляет. Вот стоят ворды. И у Фуриона есть гем. Мы палим, правильно? Мы палим мины и бочки. Теперь, если Течис собирает аганим и ставит флажок на бочки с минами, их невозможно спалить. Они ничем не палятся. Гем не палит, ворды не палят. Кто-то говорит, что теперь Течис имба. Ну, возможно. Сейчас я переставлю флажок, смотрите, в другое место поставим. И теперь вот палец исчезает. Отсюда флажок, вот он исчез. Вот так вот. Идем далее, идем далее. ШД. Теперь, когда мы собираем аганим на ШД, его ультимейт блокирует пассивные способности. Это шикарно просто. Как у Дума ультимейт. Когда мы собираем аганим Думу, и он ультует, то он блокирует пассивные способности. Смотрите, вот у нас есть Леорик. Его так звали в первой доте. Мне привычно называть его Леорик. Леорик бьет, идет вампиризм. Вы видите, да? Такая аура идет. Теперь ультует ШД. Вампиризм, видите, не идет. Просто пассивка останавливается. Очень хорошая способность. Я считаю, что шикарно придумали. Так, идем далее. Посмотрели мы ШД, посмотрели Минера. Давайте их уберем подальше. Судовод уберем. Так, так, так. Теперь Вивер. Когда мы собираем аганим Виверу, он может использовать ультимейт на союзников. Например, бьет нашего союзника. Раз, два, три, четыре, пять. Опа, мы можем возвращать его обратно на пять секунд. Не знаю. Это, знаете, как аганим на Тузка. В принципе, это бесполезно. Я считаю, что Тузк не будет собирать аганим, чтобы пинать под зад. Извините меня. Виверу собирать аганим, чтобы он возвращал обратно союзников, тоже смысла практически не имеет. Только если это будет Вивер, какой-нибудь Саппорт с Меккой бегать, ну, возможно. Так, продолжаем. Дальше у нас еще очень много интересного. Много интересного. Смотрите. Леорик. Теперь, когда мы собираем аганим на Леорика и убивают рядом нашего союзника, появляется его дух на пять секунд. При этом этот дух может использовать все способности, даже ультимейт нашего союзника. Смотрите. Например, вот у нас есть Фурион. Его сейчас Тинкер убивает. Опа. Ой, я там спалю кое-что. Ну ладно, я вам еще расскажу. Так, убивает. Опс, опс. При этом она работает постоянно. То есть, у нас нету КД этой способности. Вот появляется, видите, дух. Он может использовать способности, при этом духа убить невозможно. Он сам умирает через пять секунд. Возвращаем обратно нашего Фуриона. Тоже интересная способность, но опять же, для... Кэрри Леорика, это, в принципе, бесполезно будет. Только если будет Леорик Саппорт. Это будет интересная возможность. Прикиньте, какой-нибудь замес пять на пять, и все, кто умирает вокруг Леорика, появляются на пять секунд, и можно использовать их способности. Это очень жестко будет. Далее у нас идет Тинкер. И, опять же, Аганим. Смотрите. Без Аганима. Когда мы используем, например, ракетки, он атакует две цели. С Аганимом целей больше. Целей, целей... Ну, вы поняли, короче. Но теперь, когда мы собираем Аганим, также и лазер изменяется. Теперь он будет отскакивать. Мы стреляем в одну цель, он отскакивает по-другим. В принципе, на Тинкеру очень редко собирали Аганим. Тем более на просцене очень редко. Не знаю, будет ли ему сейчас собирать, но сейчас Аганим ему стал более идти, чем ранее. Понимаете? То есть он стал больше дамаги переносить. Вот эта лазерка, которая отскакивает. Смотрите на это. Притом, да, смотрите, еще главный плюс, что у всех промах. Вот. То есть мы стреляем, например, опять будет замес 5 человек, кидаем лазер, и у всех, у всех промахи стопроцентные. Так что, в принципе, Аганим ему хорошо идет. Так, теперь, теперь у нас Фурион. Фурион, Фурион и его ультимейт. Когда мы собираем Аганим на Фуриона и убиваем, с ультимейта, например, крипов или вражеского героя, появляются энты. Энт, энты. Как правильно склоняется? Когда мы убиваем крипа с помощью нашего ультимейта, появляется просто энд. Когда мы убиваем героя с помощью нашего ультимейта, появляется такой супер энд. Давайте попробуем убить. Долго мы, наверное, будем убивать, а в принципе, мы можем сделать таким вот образом. Сейчас мы с руки побьем. Ну давай быстрее. И убьем его с ульты. Это должен появиться энд. Зуб даю просто. Убиваем. Вот. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Смотрите, убиваем с помощью ультимейта. Появляется супер энд. Супер боу. 1650 хп. Даже мины и бочки его не берут. Продолжаем. Теперь можно БКБ продавать. Раньше этого сильно не хватало. Вот у нас есть БКБ. Продаем его. Так. Observe Wars и Sentry Wars теперь складывается в одну ячейку. Покупаем. Вот они складываются. Двойным кликом по предмету, видите, я переключаю. Между Observe Wars и Sentry. Опа, вот Observe Wars. Ой. Чик, поставили. Поставили. Еще смотрите. Observe Wars теперь покупается по одной штуке. Они теперь появляются быстрее и теперь их больше. Что мы купим Observe Wars. Давайте мы сейчас это уберем. Купим Observe Wars. Будет одна единица вместо двух. Но зато они появляются теперь чаще и больше. Ну и стоят, конечно, не дешевле. Так. Давайте мы сейчас слетаем. Купим Рапиру. Увеличился урон с Рапиры. Раньше было 300. Теперь стало 330. Говорят, потому что очень много было шуток про 300 и про тракториста. И Гейб, он обиделся. И вот пошли изменения. Сделали 330 урона. Дезолятор, дезолятор, дезолятор. Офигенное изменение. Теперь дезолятор стал гораздо дешевле. То есть мы покупаем два молотка и рецепт. Раньше рецепт стоил 900 монет. Теперь он стоит 300. Потом. Юл. Юл. Или по-другому говоря, Ела. Теперь Ела требует 175 маны. Вместо 75. Ну, в принципе, это честно. Например, если для СФ это была новая мета, то теперь, когда она будет требовать 175 маны, СФ, я думаю, задумается над своим поведением. Потом. Владмир. Где у нас Владмир? Прошу вас, мои любимые зрители, не путайте. Не Владимир. Владмир. Владмир. Владимир. Владимир это русское имя человека. Владмир. Теперь Владмир работает и на героев с дальним боем. Он там очень низкий процент, всего лишь 10% вампиризма. Поэтому можно его выкинуть. И в принципе полезная вещь. Почему бы и нет? 10% это тоже вам не хухры-мухры. И последнее. Последнее, что мы рассмотрим, это Орб Веном. Теперь с помощью Орб Веном мы можем убить врага. Раньше он не убивал. То есть там оставалось у него одно хп, и он не умирал. Теперь он умирает. Ну что ж. Все. Мы рассмотрели множество изменений в данном выпуске. И уже в следующей части мы рассмотрим самое главное. Ну одно из самых главных. Это новые предметы. 8 новых предметов. И рассмотрим еще изменения других предметов. Скорее всего, следующая часть будет последняя. Потом я выпущу еще много видео. Мы рассмотрим о новой комбинации героев. Потом я выпущу видео, где мы рассмотрим, как изменились герои. По-быстрому рассмотрим. То есть кого апнули, кого наоборот пофиксили. Рассказывайте своим друзьям про данное видео. Пускай они видят все изменения своими глазами. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.